Всем привет, с вами Сергей. Сегодня у нас интересное видео и я расскажу о том, какой герой самый сильный в игре АТБ Арена. Этот вопрос возник не случайно, так как в игре вышло новое дополнение с новыми героями, артефактами и титанами. Я называю это новое дополнение от ДЗЛ по первым буквам появившихся новых классов героев в игре, а именно Орки, Джины, Звери и Легион. Я считаю, что это именно новое дополнение, а не новый второй сезон, так как в самой игре, в библиотеке, новые герои добавлены в первый сезон. Также в этом видео я расскажу про новые классы героев и их роли. Попробуем выяснить, являются новые карты сильнее предыдущих или нет, и в конце определим, какой герой самый сильный в игре АТБ Арена. Ну что же, мы начинаем. Я подготовил график диапазона атаки всех героев в игре. По горизонтальной оси расположены все герои из игры, и старое, и новое. По вертикальной оси значение атаки. Столбик показывает диапазон атаки героя от минимального значения до максимального, указанный на карточке героя. Герои сгруппированы по классам и уровням. В начале графика расположены четыре рыцаря. Атал, герой первого уровня, и до легендарного рыцаря Санктума. За ними маги, стражи, духи стихий, механизмы и эльфы. После расположены герои из нового дополнения. Орки, джинны, звери и легион. И замыкают график Титаны. Что интересного можно увидеть на этом графике? Сразу бросается в глаза, что все герои первого уровня имеют намного больший диапазон атаки по сравнению с героями более высокого уровня. Например, Зорн обладает наибольшим значением максимально возможной атаки. 270 единиц. Это говорит нам о том, что героями первого уровня интересно играть. Так как теоретически, этими героями можно побеждать всех остальных. Так может стоит искать самого сильного героя игры среди героев первого уровня? Давайте пока не торопиться с выводами. Ведь эти же герои обладают и наименьшими значениями возможной атаки. Таким образом, очень низкая вероятность того, что Зорн нанесет 10 максимально сильных ударов. Скорее всего, после сильного удара последует весьма слабый удар в 95 единиц. И здесь мы приходим к понятию баланса героев. Я об этом сниму отдельное видео, но сейчас могу сказать, баланс героев строится на среднеарифметическом значении диапазона атаки. И именно такое значение атаки каждого героя отображено на втором графике. Здесь график приобретает более стройный вид и сразу видно, что герои расположены в соответствии со своим уровнем. Чем больше уровень героя, тем больше атака героя. Но все равно, это не отменяет небольшую вероятность победы героями первого уровня над более сильными героями за счет широкого диапазона атаки. Также на этом графике хорошо видно роли героев. Я рассказывал об этом в одном из прошлых видео. Например, маги обладают самым высоким уровнем атаки. И я отношу этот класс к роли убийц. Но у магов повышенный урон компенсируется пониженными значениями здоровья. Также на роль убийц претендуют эльфы и новый класс героев джинны. Противоположностью убийц являются танки. Герои с большим здоровьем и малой атакой. Это духи стихии и механизмы. И как раз между ними появились орки. Сбалансированные герои с точки зрения атаки и здоровья. Это рыцари, стражи и звери. А вот легион странный класс героев. Они сильнее танков, но слабее средних героев. Проанализировав баланс новых героев. Я уже говорил, что сниму отдельное видео на эту тему. Я могу точно сказать, что герои нового дополнения не сильнее старых героев. Очень часто в карточных играх карты нового дополнения сильнее предыдущих. Для того, чтобы их покупали. В игре АТБ Арена новые герои ни сильнее, ни слабее. Нам просто добавили новых героев и новые классы. И все герои сбалансированы между собой. И поэтому старыми героями вполне интересно продолжать играть. И это хорошая новость. И по этой же причине я считаю, что это именно новое дополнение, а не новый второй сезон. Если же говорить о Титанах, ведь многие хотят иметь этих героев в коллекции. То они не обладают выдающимися характеристиками атаки. Кроме Киллбота. Его среднее значение атаки 205 единиц. И поэтому показатель он лишь на втором месте. А вот на первом месте и самым сильным героем в игре является легендарный маг Орион. Со средним значением атаки 213 единиц. Сильнейший среди новых героев легендарный джин Джафар. Но баланс игры не даст простых побед указанными героями. Их обязательно необходимо усилить правильно подобранными артефактами. Так Орион наносит наибольший урон. Нам для победы необходимо продержаться как можно дольше в игре. А значит нам подойдут артефакты, которые будут поддерживать жизнь в теле наших героев как можно дольше. И я подобрал 4 артефакта. Самым сильным артефактом защиты являются доспехи Марикона. Так как они блокируют 45 единиц урона от каждой атаки противника. Это существенно сохраняет здоровье героя и продлевает игру. На втором месте сфера обновления. Восстанавливает 37,5 единиц здоровья за каждый ход. Именно эти два артефакта значительно повысят ваш рейтинг побед, если вы играете за класс убийц. Также на здоровье положительно влияют новые артефакты. Наследие продавних и перчатка силы. Но эти артефакты примерно в два раза слабее. Про все артефакты и лучшая комбо с героями я сниму отдельное видео. Подписывайтесь на канал, будет интересно. Во второй части видео давайте посмотрим несколько боев, подтверждающих все то, о чем я вам рассказывал. Конечно не всегда Реон даже усиленный артефактами будет выигрывать, но все же процент ваших побед повысится. Зверь второго уровня Даджао, первый наш соперник. Страж второго уровня Ибис. Орг первого уровня Брут. «Ой». «Ой». Ну вот, видите? То, что я и говорил, как Орион может затащить. Но, правда, ему не попадали сильные герои. Давайте другую игру сыграем. Рыцарь второго уровня Тейвус. Я думаю, это не сильно большая для нас проблема. Рыцарь второго уровня Хиггс против нас. Орг первого уровня Брут. Рыцарь второго уровня Хиггс против нас. Зверь первого уровня Тигрон. И у него три здоровья, и он победил нашего Ориона. Ну хорошо, тогда ему поможет Джафар. Это то, что я говорил о том, что герои первого уровня могут победить, в принципе, и легендарного героя за счет того, что диапазон... У них очень широкий диапазон атаки. Но долго это продолжаться не может. Давайте еще сыграем одну игру. Зверь второго уровня Даджао. Ух ты, не очень хороший ход. Но был повержен. Страж первого уровня Пантерон. Вот это уже поинтереснее легендарный Рыцарь Санктум. И он тоже повержен. Орион не имеет себе равных. Легендарный Звер. Легендарный Рыцарь Санктум. Ну вот видите, легендарная побеждает легендарную карту, но благодаря артефакту. Я надеюсь, вам понравилось это видео и оно было для вас полезным. Поставьте лайк, отправьте это видео друзьям, напишите мне комментарий и, конечно же, подпишитесь на канал. С вами Сергей, всем счастливо и пока, до новых встреч.